Это не просто там убраться и что-то выполнить такое, это объединение команды, дух, студенчество, это очень, ну вообще классная идея, и я уверен, что ребят нравятся эти субботники, классная вещь, ну действительно объединяющая такая вещь, которая дает какой-то стимул заниматься дальше вообще любой деятельностью. Эти студенты-историки продолжатели традиции субботников. Вместе с волонтерами ребята регулярно приводят в порядок дворы, улицы, детские площадки, высаживают деревья и всячески следят за чистотой города. Эта традиция, которую мы сегодня чествуем, имеет богатую историю, советскую историю, уверен, что и досоветскую тоже. Это одна из тех, как сегодня принято говорить, социальных практик, которая вышла в современность, уважаема нашими людьми, поддерживаема, она довольно полезна. Несколько мобильных информационных стендов с историческими фотоматериалами и копиями архивных документов представлены прямо на Никольской улице. Экспозицию «Общественный почин» приурочили к столетию первого субботника. Само название «субботник» уже давно прочно вошло в обиход, и если о его практическом значении многие знают не понаслышке, то об историческом прошлом этого уникального общественного явления большинству почти ничего не известно. Как и почему появился первый субботник, какой характер он приобретал в разные годы советской власти и во что в итоге трансформировался в наши дни, об этом теперь может узнать любой случайный прохожий. Так что мне кажется, что эта идея не умерла. Мы вообще должны пристальнее посмотреть на историю советского периода. Несмотря на большое количество претензий к этому обществу и к советской истории, мы должны понимать, должны помнить о том, что эта история родила на свет большое количество очень важных общественных инициатив, социальных практик, которые не могут и не должны быть забыты. На заре советской власти субботники возникли стихийно на фоне революционного энтузиазма трудящихся. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года после трудового дня группа рабочих депо «Москва-сортировочная» вернулась в цех ремонтировать паровозы. Шла гражданская война, и более половины составов московского узла стояли неисправными. В том субботнике участвовали всего 15 человек, и за ночью удалось отремонтировать сразу три паровоза. Сохранилось в истории имя Ивана Буракова, бригадира, слесарей депо «Москва-сортировочная». Вот ее фотография. И она хранится в музее депо. Нашли вот этот документ. Видите, это выписка из протокола. Заседание членов партийной ячейки при депо «Москва-сортировочная» Ну, постановили, ввиду того, что производительность железнодорожного транспорта упала, и ввиду усиленной перевозки коммунисты постановили отработать Благовещение. Понимаете? Настолько живы были еще традиции христианских православных праздников. Уже вскоре их инициативу подхватили другие железнодорожники. Первый массовый субботник на Московско-Казанской железной дороге состоялся буквально через месяц и собрал уже более 200 рабочих. Именно этому событию Ленин посвятил свою знаменитую статью «Великий почин». В хаосе гражданской войны субботники были восприняты как выражение нового коммунистического отношения к труду. Позже это явление приобрело самый широкий размах. Демонстрируя личный пример, на субботнике в Кремле работали первые лица советского государства. Массовый социальный характер субботников в полной мере проявился в годы Великой Отечественной. Популярная идея оставалась и в послевоенные годы. На деньги, собранные от субботников, возводились дворцы культуры, больницы, как сегодня мы сказали бы, объекты социального назначения. Это имело колоссальную общественную, социальную, воспитательную роль для в том числе будущей молодежи. Вот если мы посмотрим на фотографии, которые сделаны на улицах Москвы в 60-е, 80-е годы, то мы увидим, что субботники это было не обязательство, это был действительно праздник, праздник труда, праздник общения, осознание общего дела. На 1950-е и 80-е годы приходится пик идеологизации субботников. Все чаще они превращаются в форму отчетности к юбилейным мероприятиям и партийным формам. Создаются художественные полотны и плакаты, но самыми масштабными были, конечно, всесоюзные ленинские коммунистические субботники. Участие в них было важным общественным началом, которое предполагало, среди прочего, и денежные отчисления. На вырученные средства возводились дворцы культуры, детские сады, школы и больницы. Традиция пережила распад страны и полную смену власти и трансформировалась в наши дни. Российские железнодорожники, которые когда-то положили начало субботникам, придают нынешнему юбилею особое значение. Главные торжества, разумеется, пройдут в депо Москва сортировочная. Железнодорожники сильны своей исторической памятью, и поэтому без сомнения мимо такого события мы не могли пройти. Тем более, что у нас в ближайшее время мы поддержим этот почин и по всей стране в наших депо состоятся, опять же, субботники, которые в основном не будут связаны с уборкой территории, с приведением в порядок. А сотрудники депо будут точно так же, как сто лет назад, ремонтировать подвижной состав для того, чтобы обеспечивать перевозки грузов. Посетить выставку под открытым небом любой желающий сможет до середины апреля. Служба информации Российского исторического общества.